Советы от старейшин Александр Цибульский встретился с почетными жителями Неницкого округа. Иностранная рабочая сила подорожает, в Неницком округе увеличится стоимость патента. Эпидпорог превышен, заболеваемостью РВИ и гриппом в Неницком округе выросла на 23%. Вы смотрите новости на телеканале Север в студии Ирины Цепитова. Глава региона Александр Цибульский встретился с почетными жителями Неницкого округа. В ходе встречи обсуждались различные вопросы, в том числе оказание медицинских услуг, развитие авиации, формирование комфортной среды, работы управляющих компаний, строительство жилья для детей войны и здание энциклопедии Неницкого округа. Как отметил Александр Цибульский, для него встреча – это возможность услышать конструктивные напутствия на эффективную работу от тех, кто своей жизнью и трудом заслужили уважение и кто внес большой вклад в развитие округа. Встреча почетных жителей округа и главы региона проходила в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. За чашкой чая обсуждались проблемы, на которые, по мнению представителей высокого возраста, главе региона необходимо обратить особое внимание. Также почетные жители округа предлагали свои идеи по улучшению жизни в регионе и задавали интересующие вопросы. Например, ветеран авиации Борис Сыровенко поинтересовался, планирует ли округ обновлять парк самолетов и вертолетов на Ридмарского авиаотряда. У нас есть планы продолжать обновление авиапарка, и мы будем точно этим заниматься. Я сейчас пока добиваюсь от авиаотряда, чтобы они представили мне конкретный план развития компании. Условно говоря, какие контракты они могли бы взять, кроме выполнения социальной функции, чтобы они еще начали зарабатывать деньги, это крайне важно. И вот они сейчас эту инвестиционную программу готовят. Идет пока это довольно сложно, но я думаю, что в ближайшее время мы это определим для того, чтобы пошагово понять, в какой момент сколько новых машин нам надо приобретать. Известный в округе хирург Николай Гмир рассказал о сложностях со снабжением расходными материалами в окружной больнице, а не самой, по его мнению, удачной оптимизации в медучреждении. Закупок очень мало, особенно инструментария. Даже такая казуистика происходит, когда во время операции инструменты выходят из строя, ломаются. Особенно те инструменты, которые при лапароскопических операциях крайне назрела такая проблема. Даже такой пример уже проблема с шовным материалом. Александр Цибульский выслушал и обещал разобраться в вопросе, а также сообщил, что сейчас он пытается решить вопрос о строительстве нового инфекционного отделения окружной больницы за счет федеральных средств. Ветеран педагогического труда Светлана Федзянова и известный в Наринмаре озеленитель Варвара Бабкова подняли вопрос благоустройства и озеленения города. Мы поменяем вообще концепцию озеленения, потому что то, что сейчас закупалось, оно не совсем правильно делалось, когда из лодок вынимаются и школьники втыкают, да, и растение стресс переносит. То есть, по большому счету, как я посмотрел, озеленяют прямо вот этими же горшками, да, то есть не надо их доставать. То есть, мы закупаем солнышко у Анатолия Петровича Дочина, материал, но вот готовы сотрудничать с питомником. Я думаю, что мы и весной, и весной, и лето уже изменим сам концепт к озеленению. Как отметил глава региона, мэру города дано поручение разработать комплексный проект благоустройства центра региональной столицы. По словам главы Наринмара, совместно с окружным департаментом строительства и ЖКХ, сейчас прорабатывается вопрос создания по улице Смедовича большой городской зоны отдыха. В завершение диалога Александр Цибульский поблагодарил почетных граждан за активность и конструктивный разговор и поддержал предложение председателя окружного совета ветеранов Вячеслава Карипанова встречаться с уважаемыми в округе людьми регулярно. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Подать жалобы, получить ответы на вопросы и оставить свои предложения отныне жители округа могут на портале народ83.ру. Интерактивная система взаимодействия населения с органами власти, народный контроль пока работает в тестовом режиме, но обращения от граждан уже поступают. О перспективах и возможностях народного контроля расскажет Ирина Нежалова. Разработчики сайта постарались сделать портал максимально простым и удобным для граждан. Для того, чтобы оставить свое сообщение, необходимо пройти регистрацию. Был выбран путь к самой простой авторизации. То есть авторизация через электронную почту с ее подтверждением и уже дальнейшее обращение непосредственно к модераторам и к участникам, скажем так, к внутренним участникам этой процедуры. Сайт располагается на домине народ83.ру. То есть на него можно попасть любого стационарного устройства. Сайт оптимизирован под мобильные устройства. Сразу могу предвидеть и ответить на вопрос, планируется доработка и создание приложений как на базе iOS, так и на базе андроидов. После регистрации у пользователя портала появится личный кабинет. Здесь можно будет отслеживать всю историю исходящих сообщений и ответов от компетентных лиц. Добавлю, что все сообщения от граждан будут обрабатываться модераторами, регистрироваться в системе и направляться ответственным должностным лицам для подготовки ответа, срок предоставления которых составит не более 12 рабочих дней. А этот сайт все-таки позволит более оперативно реагировать на все запросы жителей. И второе, я подчеркну, что это наиболее простой способ, потому что не каждый гражданин знает, по какой проблеме, куда можно обратиться. И недаром называется народный контроль. Это в свою очередь еще получается контроль за исполнением полномочий. Граждане, обратившиеся через портал народный контроль, могут сделать свои сообщения открытыми для всех пользователей. В таком случае сервис позволит собрать голоса в поддержку обращения. Также сообщения можно оставлять анонимно. Те, у кого нет возможности выхода в интернет, могут направлять свои жалобы, вопросы и предложения, в том числе и по работе портала, по телефону бесплатной линии 8 800 301 00 83. Тестирование сайта завершится до конца месяца. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В 2018 году размер фиксированного платежа для иностранных работников на территории округа составит порядка 7 860 рублей в месяц. Проект закона об установлении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории округа, депутаты окружного парламента обсудили сегодня на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. По состоянию на 1 августа текущего года, по данным отдела по вопросам миграции окружного ОМВД, 653 иностранных гражданина осуществляют трудовую деятельность на территории региона. Из них 379 работают по патенту, 273 без разрешительных документов, один по разрешению на работу как высококвалифицированный специалист. Наибольшее количество иностранных граждан работают в сфере строительства – 210 человек. Из них 142 осуществляют свою деятельность на основании патента. 141 иностранных гражданин задействован в добыче полезных ископаемых, при этом по патентам работают 138 человек. В торговле заняты 68 иностранцев, но только у 10 есть патент на осуществление деятельности. 33 иностранных гражданина заняты в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, 25 из них имеют патенты на работу. Иностранные граждане по патенту оплачивают фиксированный размер подоходного налога, размер которого в текущем году установлен из расчета 7 504 рубля в месяц. С 2018 года он увеличится почти на 300 рублей и составит 7 859 рублей 52 копейки. Данный размер коэффициента позволит сделать налоговую нагрузку на иностранных граждан, приближенных к нагрузке граждан Российской Федерации, и увеличит конкурентоспособность наших соотечественников на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. Кроме того, принятие законопроекта позволит увеличить поступление в виде фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет округа. Центр развития бизнеса Ненецкого округа совместно с Департаментом природных ресурсов, экологией АПК подготовили проект по созданию в регионе рыбоводного завода. Бизнес-модель предполагает организацию объекта на территории Наринмара или близлежащих населенных пунктов с созданием 7 новых рабочих мест. Предполагается, что предприятие будет специализироваться на проращивании икры сеговых пород, пеледи и выращивании личинок до веса 80 мг. Производственная мощность нового объекта составит до 5 млн мальков пеледи в год. Для этого необходимо здание общей площадью не менее 300 квадратных метров. Проект рассчитан на то, что покупателями конечного продукта станут нефтегазодобывающие предприятия, осуществляющие деятельность на территории региона. Нидропользователи в рамках восполнения ущербоводным биоресурсам от осуществления своей хозяйственной деятельности ежегодно выпускают в водоемы региона миллионы мальков, закупка которых пока осуществляется за пределами округа. Как сообщили разработчики проекта, исходный материал икра сеговых пород добывается путем вылова рыбы, идущей на нерест в период с октября по декабрь. Рыба в специальных садках, контейнерах доставляется в рыбоприемный пункт предприятия, где из нее добывается необходимый материал для получения икры. Бизнес-проект размещен на портале 3w.fond83.ru. При расчетном периоде реализации проекта в 5 лет необходимый объем инвестиций составит 9 млн 600 тысяч рублей. При этом срок окупаемости проекта 20 месяцев. По итогам прошедшей недели заболеваемость ОРВИ и гриппа в Неницком округе выросла на 23% и превысила эпидемический порог на 5,4%. По данным мониторинга заболеваемости вирусными инфекциями заболели 453 жителя. Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди воспитанников образовательный процесс с завтрашнего дня и по 20 ноября приостановлен в детском саду поселку Усть-Кара и младшей группе «Березка» детского сада «Теремок». Что касается городского населения, в Наринмаре и поселке Искатели в основной массе показатель заболеваемости населения ОРВИ не превышает недельное пороговое значение – ниже на 4,1%. Роспотребнадзор по Неницкому округу напоминает жителям округа, что ноябрь в Неницком округе характеризуется неустойчивыми погодными условиями. Перепадами температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений в течение суток. Это создает благоприятные условия для распространения респираторных вирусов. Специалисты управления рекомендуют одеваться по погоде, следить за своим здоровьем, в случае первых признаков заболевания своевременно обращаться за медицинской помощью. Минздрав России согласовал для Неницкого округа объемы вакцин против инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Речь идет об иммунизации жителей Неницкого округа против 12 инфекционных заболеваний за счет федерального бюджета. В частности, на проведение профилактических мероприятий против гриппа в следующем сезоне окружные медики получат за счет федерального бюджета на 2000 доз вакцины больше, чем в текущем году. Увеличение поставки связано с повышением охвата вакцинации жителей региона из группы риска. В нее входят сотрудники учреждений образования, здравоохранения, торговли, коммунальных служб, 10 с 6 месяцев, школьники, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими болезнями. За счет средств федерального бюджета медики НАУ смогут привить 14 тысяч человек, относящихся к данным категориям. Из них 6,5 тысяч доз предусмотрено для детей и 7,5 тысяч для взрослых. В этом году медики привили от гриппа 17,5 тысяч жителей региона или 40% населения субъекта. При этом за счет федеральной казны было закуплено 12 тысяч доз совигриппа. В рамках национального календаря прививок субъекты получают вакцины от 12 опасных инфекционных заболеваний, в их числе вирусный гепатит B, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паратит, полиэмерит, грипп и гневмококковая инфекция. Необычные каникулы. Ученики одной из школ Нринмара побывали в Верхней и Нижней палате Федерального собрания. Воспитанники средней школы имени Пырерки провели свои осенние каникулы в Госдуме и Совете Федерации. Такая честь выпала 12 самым активным учащимся старших классов благодаря нефтяной компании «Статойл» по программе «Растим патриотов России». В программе «Растим патриотов России» приняли участие старшеклассники средней школы имени Пырерки. Для того, чтобы войти в состав делегации для поездки в Москву, 12 счастливчикам пришлось доказать, что именно они достойны принять участие в данной программе. Это ребята, которые участвуют очень активно в школьных этапах, в региональных этапах Олимпиад. Это ребята-спортсмены, активисты школы. В Москве учеников ждала насыщенная программа. Они посетили Совет Федерации, где прошла встреча с сенатором Валентиной Сганичей в Государственную Думу. Ребята побывали в зале пленарных заседаний в Комитете по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока в помещении фракции «Единой России». Ну, больше всего понравилась встреча с Валуевым. Ничего. Потому что таких людей видеть только по телевизору, а тут мы увидели его вживую. И депутатов, да, тоже мы видели вживую. Тоже понравилось. После экскурсии по Госдуме депутат от Ниницкого округа Сергей Коткин провел с учащимися встречу, во время которой обсуждались проблемы молодежи Крайнего Севера. Кроме этого, ребят ждала насыщенная культурная программа. Мне в этой поездке больше всего понравилось посещение звездного городка. Там, где мы вживую смогли увидеть космонавтов и смогли также увидеть их воспитание, когда они садились в тренажер и могли смотреть за работой инструкторов, которые подкидывали им разные ситуации, из которых они выходили, когда, допустим, возникали какие-то проблемы. Мне больше всего понравился наш поход на Поклонную гору. Там было очень много разных сцен из Второй мировой. Выставки были очень интересные. Там рассказывается про технику Второй мировой, про быт, как люди жили в это время. 9 декабря жители Ниницкого округа напишут тест по истории Отечества. Он является частью федерального проекта «Каждый день горжусь Россией» и проводится в нашей стране в четвертый раз. Задание к тесту Отечества разрабатывает Московский государственный университет имени Ломоносова. Задание проходит обязательную экспертизу, которую проводят профессиональные историки, имеющие исследовательский опыт и опыт преподавания в образовательных организациях. Федеральный проект «Каждый день горжусь Россией» с 2015 года реализует Молодежный парламент при Государственной Думе в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан Российской Федерации. Основной целью проекта является создание виртуального движения в сети интернет под общим трендом «Каждый день горжусь Россией». Ежедневно в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм выкладывается информация о значимых событиях в истории России. Таким образом, участники проекта получают знания, которые становятся основой для формирования позитивного образа старшего поколения, противостояния стереотипам и фальсификации истории. Ненецкий автономный округ, как и многие другие города Российской Федерации, присоединился к проведению теста по истории Отечества. В округе организацию и проведение международной акции осуществляет Общественная молодежная палата при собрании депутатов Ненецкого округа. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.